У перекрёстка улиц Серышева и Станционной в результате столкновения двух автомобилей пассажирка одного из них получила травму. 22-летняя женщина ехала в микроавтобусе на переднем сидении. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель Тойоты Виросы поздно выехал из дома, чтобы помыть машину и при этом не тратить время на ожидание очереди на мойке. Он рассчитывал быстро загнать Тойоту в бокс, который находится всего в одном квартале от его дома. Молодой человек двигался по Серышево в сторону Воронежской. У перекрёстка он остановился на красный сигнал светофора. По пешеходному переходу шли люди – две девушки. Юные особые оказались за пределами проезжей части всего за секунду до того, как в задний бампер седана врезался микроавтобус. Ударом Тойоту бросило на зебру, которую только что покинули пешеходы. Худо-бедно объяснившись с девушками, водитель Ниссана ко времени прибытия автоинспекторов совсем разучился говорить по-русски. Гражданин КНР даже при помощи земляков не смог ответить на элементарные вопросы. Вы находились вот здесь, правильно? За рулём. А пассажир, кто здесь был? Здесь кто был? Рядом с вами кто ел? Кого забрала скорая? Не понимаю. Выяснить, по какой причине мужчина не заметил стоящую на перекрёстке Тойоту при таких обстоятельствах оказалось совершенно невозможно. Даже простую процедуру теста на алкогольное опьянение мужчина прошёл лишь после вмешательства своего соплеменника. Оба водителя оказались трезвыми. Оформить документы о ДТП автоинспекторы смогли лишь после того, как водителю Ниссана привезли переводчика. В Краснофлотском районе Хабаровска на улице Ясной автоинспекторы остановили автомобиль, который числился в угоне. Автовладелец заявил, что Тойота Королла пропала с улицы Адмиральской вчера утром. За рулём угнанной машины сидела нетрезвая женщина средних лет. Она утверждала, что автовладелица её знакомая. В доказательство того, что она не преступница, задержанная смогла предъявить лишь ключи от замка зажигания. Он действительно не носил следов взлома. Однако владелец транспортного средства продолжал настаивать на том, что право управления автомобилем он никому не передавал. Чтобы разобраться в ситуации, хозяина пригласили в отдел полиции. Туда же была доставлена и задержанная. Автомобиль на эвакуаторе переместили на штрафстоянку. Субтитры создавал DimaTorzok